Традиционная выставка, ежегодно открываемая в честь Дня города, в этот раз сильно отличается от предшественников. Здесь нет напоминания о важных датах в истории Тимиртау. Вместо этого научные сотрудники сделали акцент на моментах, неизвестных большинству горожан. Например, на том, что в послевоенные годы в нашем городе бушевала малярия, заболеваемость которой удалось предотвратить благодаря центрально-американской рыбке – гамбузии. Особенность этой рыбки была в том, что, ну, во-первых, она хищница, она из семейства карпов, и она с удовольствием лопает личинок как раз-таки вот этих самых малярийных комаров. А уже в 1946 году эти рыбки были заселены в наше Самаркандское водохранилище, буквально через год совершенно изменив ситуацию заболеваемостью со здоровьем жителей города Тимиртау. По словам научных сотрудников, подобных фактов в истории Тимиртау немало. Например, немногие знают, что земля, на которой стоит город, ранее принадлежала крупному роду, который использовал ее как пастбище. Налеко не все знают и то, что в честь нашего города назван высокогорный перевал. В 1961 году члены секции туризма направили экспедицию в Памирские горы, в Фанские горы, горные системы Памира. Это достаточно высокие горы, и именно темиртаускими туристами был открыт перевал Темиртау. И в мае 1961 года он получил это имя, и высочайшая точка этого перевала также носит имя города Темиртау. Высота ее более 4200 метров. Подобных фактов, найденных сотрудниками историко-краеведческого музея в городских архивах, хватило на то, чтобы открыть целую экспозицию. В течение месяца ознакомиться с ними сможет любой житель Темиртау. Алексей Неконоров, Владимир Пороховой. Новости Темиртау.